Из важного, на что я хочу обратить внимание, ну, по традиции, то, что в течение праздничных дней или нерабочих особое внимание требует, это системы жизнеобеспечения, в первую очередь, системы отопления, транспорта, ну и других систем коммунальных или связанных с жизнеобеспечивающими функциями. В связи с этим Сергею Анатольевичу Миронову и Александру Александровичу Заболиченко хочу отдельно обратить внимание на необходимость координации контроля за функционированием этих систем, определения тоже дежурных, ответственных и тех задач, которые могут потребоваться для бесперебойной работы всех систем. Также отдельно хочу обратить внимание на функционирование системы здравоохранения, в силу того, что нерабочие дни объявлены в целях укрепления здоровья, в том числе принято решение, что плановая медицинская помощь в полном объеме будет осуществляться, не должна прекращаться вакцинация, наоборот, она должна быть усилена. У людей больше свободного времени будет, нужно мотивировать людей, воспользоваться им в том числе для того, чтобы поставить себе прививку. Поэтому здесь, Андрей Валерьевич, также прошу с главными врачами всех учреждений, с главврачами районных учреждений отработать тот режим, который будет определён. Безусловно, здесь нужно исходить тоже из здравого смысла, потому что если в нерабочие дни с 4 по 7 мая будет понятно, что поток пациентов маленький, ну, соответственно, главврач, конечно, должен решение уже принимать, исходя из нагрузки на медицинский персонал. Но самое главное, на что я хочу обратить внимание, что первое, что, ещё раз, вакцинация и другая медицинская помощь, которая касается заболевания коронавирусной инфекцией, не должна быть ослаблена, должна быть усилена. И не должна пострадать те граждане, которые были записаны на плановую медицинскую помощь или планировали визиты в этот период. И возможность дополнительной записи должна быть тоже обеспечена, чтобы, ещё раз повторюсь, нерабочими днями можно было воспользоваться для заботы о здоровье.